Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Кравченко Далья. Я работаю в Высшей школе экономики в Москве. Работаю в Центре вычислительных наук об образовании в Дирекции по онлайн-обучению. Дирекция по онлайн-обучению, собственно, занимается производством онлайн-курсов, сопровождением онлайн-курсов и также взаимодействием с региональными нашими партнерами, региональными вузами по включению курсов Высшей школы экономики в учебные планы студентов. Наш Центр вычислительных наук занимается несколькими направлениями. Во-первых, мы занимаемся исследованиями, вычислительными исследованиями в цифровом обучении. А во-вторых, у нас есть разработчики, дата-аналитики, которые занимаются разработкой аналитических решений для преподавателей и студентов нашего университета. Сегодняшняя тема моего небольшого доклада – это формирующее оценивание как адаптивный элемент онлайн-курса, так как адаптивное обучение сейчас постоянно на слуху. Все университеты хотят, собственно, использовать адаптивное обучение, но не все так просто, как кажется. Начну с того, что в целом адаптивное обучение, предпосылки для его использования, для возникновения адаптивного обучения связаны с тем, что еще там с 17 века была проблема связана с разными индивидуальными потребностями студентов, с разной скоростью их обучения. Кто-то учится быстрее, кто-то медленнее, у кого-то уровень знаний выше, у кого-то он ниже. А также, естественно, большая проблема связана с тем, что обучение необходимо масштабировать, и в том числе, опять же, для аудитории с разным уровнем подготовленности. Собственно, адаптивное обучение в связи с этими проблемами начало развиваться с 17 века и до сегодняшнего времени. Очень много, на самом-то деле, в 20-21 веке исследований, связанных с адаптивным обучением, их бесконечное количество писательных, эмпирических. Можно в интернете найти много этих исследований. Здесь я привела определение о том, что адаптивное обучение – это обучение, с помощью которого студент, с помощью, точнее, которого контент непрерывно подстраивается под индивидуальные потребности студента в процессе его обучения, в процессе осваивания какого-либо обучающего материала. На этом слайде представлены 12 платформ. Это наиболее такие известные глобальные платформы, которые являются поставщиками адаптивных технологий. Почему именно они на этом слайде? Потому что они являются первооткрывателями, они являются самыми масштабными, у них наибольшее количество обучающихся, которые, собственно, учатся на этих платформах. Все эти платформы в большинстве случаев, естественно, предоставляют платные услуги обучения, но если есть интерес, на некоторых из них есть возможность посмотреть демо-версии, как они реализуют адаптивное обучение. Например, DataCamp – это платформа для обучения программированию. Там есть некоторые курсы, которые можно пройти бесплатно. Как эти платформы технологически реализуют адаптивное обучение? Все они устроены примерно по одной схеме. Это сбор данных на основе того, как студенты учатся на платформе, как они просматривают контент, как они выполняют тестовые задания, какие материалы для чтения они открывают, какие отзывы они пишут, все что угодно, все точные действия, все взаимодействия студентов с платформой. Далее эти данные анализируются. У каждой платформы есть свой алгоритм, своя технология, которая предоставляет эти данные проанализировать, проинтерпретировать и далее уже встроить это в технологию адаптации контента или заданий для студентов. Если интересно, например, вообще какие есть алгоритмы работы адаптивного тестирования, вы можете почитать про Ella Effect. Есть много статей, которые рассказывают о том, он использовался для игроков шахматы, далее его перенесли в обучение, можно про это почитать и примерно представить, какая модель чисто математически может использоваться для того, чтобы контент адаптивно подстраивался под ученика. Как эти платформы реализуют адаптивность? Я здесь привела все возможные способы, которые используют эти платформы в той или иной степени. Некоторые, например, используют только адаптивный контент, некоторые только обратную связь. А есть платформы, которые включают в себя все эти возможности по реализации адаптивности. Например, платформа Pearson. Это довольно известная платформа. В Америке это вообще платформа, мне кажется, которую используют большая часть обучающих организаций. Значит, адаптивность реализуется через обратную связь. Это могут быть мгновенные подсказки для студентов с отсылками на какие-то материалы внешние или внутри курса. Это могут быть пуш-уведомления, например, подбагливающие студентов или предлагающие, наоборот, продвинуться дальше по материалу. Также через адаптивный контент. Это когда, например, студент выполняет задание, система автоматически рассчитывает, как он справился и предлагает ему, например, более продвинутые видео лекции или учебные материалы. Или наоборот, предлагает еще вернуться к изученному и повторить. Или же также студенты иногда сами производят самооценку. Например, появляется шкала, по которой студент самостоятельно оценивает, насколько он усвоил материал от 1 до 100%. В соответствии с этим платформа также предлагает ему либо более продвинутый материал, либо наоборот вернуться, посмотреть что-то по уже изученной теме, если студент плохо ее освоил. Через формат игры. Чаще всего это отдельные платформы, которые полностью реализуются в формате игры. И чаще всего, естественно, это для детей, для школьников, где, например, школьники изучают математику, а также в формате адаптивного обучения. И через формирующее оценивание. О чем, собственно, я немного сегодня расскажу. Формирующее оценивание. Начну с того, что это за тип оценивания, для чего он используется. Значит, есть два типа оценивания. Это итоговое и формирующее оценивание. Целью итогового оценивания является измерение знаний студентов для вывода об освоении содержания курса в целом, для того, чтобы поставить студенту оценку и, так сказать, продиагностировать, как он вообще проходил весь курс полностью. Формирующее же оценивание используется для обучения, для того, чтобы студент мог оценить свои сильные и слабые стороны. И эти задания не оцениваются, естественно. Они направлены на обучение и строятся по правилам чаще всего вокруг одного урока или одной концепции. Значит, формирующее оценивание для преподавателей дает возможность направить своих студентов. Здесь хочу отметить, что на некоторых платформах нет, например, частично адаптация контента реализована с помощью автоматизированной технологии, а частично, естественно, присутствует преподаватель, который может какие-то добавлять материалы. Более углубленный или наоборот, который дает возможность еще лучше изучить уже просмотренную тему. Так, например, работает платформа Pearson. Там постоянно, непрерывно присутствует преподаватель, который также является вот этим элементом адаптивной системы. Позволяет также выявить трудности, возникающие у обучающихся, если мы видим, что они хуже лишают задания, не справляются. И также позволяет корректировать содержание либо автоматизировано, либо преподаватель это делает. Студенты могут оценить собственный прогресс, таким образом, видя свою динамику, например, в аналитических отчетах, которые чаще всего используют платформы. Опять же, оценить свои сильные и слабые стороны и углубиться в понимании новых концепций или наоборот вернуться к материалу, который они недостаточно освоили. В части адаптивного обучения принято считать, что формирующее оценивание – это такая гарантия, возможность, что обучающие поняли тему перед тем, как перейти к следующей. То есть производится такая экспресс-диагностика, да, это промежуточная тестация, если она не оценивается, то да, можно сказать, что это формирующее оценивание, можно назвать и так. И помогает также либо платформе, либо преподавателю понять стратегию того, как студент отвечает, если, например, он отвечает развернуто на вопрос, чтобы помочь как-то его навыки, умение развить, предоставив ему какие-то более углубленные, опять же, материалы или более простые. На решение каких проблем вообще в целом направлено формирующее оценивание, задание, такого рода именно в онлайн, в онлайн-среде, в цифровой среде. Это связано, во-первых, с тем, что роль преподавателя чаще всего настолько минимизированная, и у студентов отсутствует по большей части обратная связь, формирующее оценивание частично решает эту проблему, так как чаще всего реализовано в мгновенных подсказках или в гиперссылках на какие-то материалы. Подготовка студентов к выполнению итогового оценивания. Часто используется формирующее в качестве того, чтобы студент познакомился с тем форматом оценивания, с которым ему предстоит столкнуться в итоговом. Также позволяет, например, в сложных открытых заданиях, опять же, встраивать обратную связь по ходу выполнения студентами этого задания. и позволяет дорабатывать онлайн-курс преподавателю или же системе автоматизированно в формате предоставления необходимых в соответствии с потребностями студента материалов, таким образом улучшать, дорабатывать курс. Какие есть основные, такие простые правила разработки таких заданий? Они не должны занимать слишком много времени для выполнения, должны фокусироваться на одном уроке или концепции, как я говорила. Если такие задания встраиваются в видео лекции, в онлайн-обучении чаще всего они так используются, то обычно их встраивают каждые 2-3 минуты в зависимости от длины видео лекции. Предоставляется неограниченное количество попыток, то есть студент может решать, может вернуться к этому заданию, может берите, например, какой-то другой материал для того, чтобы это задание лишить. Также встраиваются подсказки, ссылки на внешние или внутренние ресурсы. Что сейчас используют в курсах вышки? У нас на данный момент нет собственной платформы, которая бы реализовала адаптивное обучение, мы не пользуемся услугами поставщиков. Сейчас наш центр занимается сотрудничеством с одним из наших департаментов по разработке адаптивного тестирования для сквозной диагностики студентов, изучающих иностранные языки. И вот, собственно, сейчас мы двигаемся в сторону того, чтобы либо в существующие наши платформы встроить возможности адаптивного обучения, либо разработать отдельную, другую платформу. Пока реализовано формирующее оценивание только в онлайн-курсах в виде заданиях в виде лекций, неоцениваемых тестах или неоцениваемых заданиях на взаимное оценивание. Это задания, которые предполагают открытый ответ и проверку студентами друг друга. Здесь я привела несколько скриншотов для того, чтобы можно было посмотреть, как платформы реализуют формирующее оценивание. Это довольно известная платформа Аликс. На ней школьники и студенты обучаются математике. Здесь два экрана. В красном квадрате выделены кнопки, которыми может воспользоваться студент, если он не может решить задание. Он может вернуться в видео лекцию или вернуться в какой-то учебный материал в виде ридинга для того, чтобы прочитать и еще раз повторить, как правильно складывать числа. Это для школьников интерфейс. На платформе Курсера, на которой, собственно, размещены курсы Высшей школы экономики, такие задания встраиваются в видео лекции, как я говорила. Собственно, на какой-то из минуты появляется вопрос о том, что студент сейчас прослушал. Если он с ним не справляется, автор может встроить туда подсказку, гиперссылку или подсказку о том, что нужно вернуться, прочесть или прослушать еще раз кусочек видео лекции. И на данный момент таким образом реализуется. Собственно, я уже подошла к выводам. Адаптивное обучение и формирующее оценивание в качестве элемента, собственно, их целью, их задачей является настройка процесса обучения под потребности студентов, необходимость масштабируемости. И таким образом, когда контент подстраивается под потребности студентов, есть возможность достигать более высоких учебных результатов. Спасибо большое, спасибо за внимание. Если есть вопросы, я не знаю, сколько у меня времени, наверное, совсем нету. времени ответить на вопросы, но, наверное, на несколько вопросов я могу ответить. Так. Подскажите, АВШ реализует это как опыт? И это именно опыт ВШ или это предлагается и для других вузов? Я вот сейчас сказала, что в Вышке нет платформы, которая бы предоставляла возможности для адаптивного обучения, но сейчас вот мы набираем команду для того, чтобы это сделать. Сейчас мы занимаемся пока адаптивным тестированием для сквозной диагностики студентов по иностранным языкам. Так. Формирующее оценивание. Это больше про студентов, про то, чтобы их сориентировать в обучении, и это для преподавателей. Это и для преподавателей, и для студентов. Может использоваться. Я об этом говорила, собственно, в презентации. Наверное, мое время уже истекло. Спасибо большое. Если мне отправят ответы коллеги из Юрайта, вопросы точнее, я отвечу письменно на вопросы, и те, у кого не есть, получат свои ответы. Спасибо большое за внимание. До свидания. До свидания.